Малыш появился в доме, когда Сашка был еще школьником. В то время они проводили вместе почти все свободное время. А вот потом их пути разошлись. Лабрадор остался в родительском доме, а Сашка переехал в другой город сначала по учебе, а потом и по работе. Последние 10 лет Сашка и малыш виделись лишь во время редких приездов молодого человека к родителям. А потом Сашкины родители попали в страшную аварию, и старый пес перешел к молодому мужчине по наследству. В бытовом плане малыш не доставлял никаких неудобств. Крупный пес вполне привык жить в квартире и довольно быстро нашел свое место. К тому же Сашка не был ему посторонним. Только иногда пожилой пес немного подвывал по ночам, будто вспоминая прежних хозяев. В это время Сашка лишь нежно чесал его за ушком, а от воспоминаний ему хотелось быть не меньше, чем собаки. Через полгода боль поутихла, Сашка и малыш жили дружно. Пес привык к ласке, поэтому каждое утро и вечер хвостиком ходил за хозяином. Мол, ты и так на весь день уходишь, удели мне немного внимания. И Сашка никогда в этом не отказывал. Но только не в это утро. Сашка проснулся и сразу понял, что опаздывает на важную деловую встречу. Будильник отчего-то не прозвенел, так что его роль выполнил малыш, недовольный тем, что его не отвели на утренний выгул в привычное время. Сашка чуть ли не бегом вывел малыша на улицу, наскоро умылся и тут же направился к двери. Малыш по привычке пошел за ним, ткнулся носом в руку и нарвался на ругань. Фу, не до тебя. Только мешаешься под ногами. Пошел отсюда. Буркнул Сашка, и малыш покорно поплился к своей лежанке, немного обиженно глядя на хозяина. Встреча прошла замечательно, и начальник даже намекнул Сашке, что через пару месяцев его ждет повышение. Но при этом у молодого человека было тяжко на сердце. Вот я тут сижу, принимаю поздравления от коллег. А малыш дома один, лежит теперь на своем коврике, свернувшись. А ведь он совсем старичок уже. Вот зачем я так с ним? Почесал бы десять секунд, больше ему и не надо. А теперь он на меня обиделся наверняка, думал Сашка. Сразу после работы он не пошел отмечать, как предлагали коллеги, а пулей помчался домой. И как только вставил ключ в замок, услышал торопливые шаги по направлению к двери. Малыш, конечно, давно забыл об утреннем происшествии и просто был рад видеть своего человека. От такой реакции молодой человек чуть не расплакался. Вечером он приготовил праздничный ужин и себе, и питомцу. А потом долго гладил малыша по голове. И был так же счастлив, как и его питомец. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.